Ну, оценить работу Дмитрия Анатольевича Медведева как главы правительства, точнее, чем это сделал президент Путин, мне не представляется возможным. Во-первых, я не обладаю той степенью информированности и полнотой знаний по всем аспектам деятельности правительства, которые располагает высшее руководство страны. Я могу судить по косвенным симптомам, которые называются показатели макроэкономического развития государства. Они косвенные с точки зрения не их привязанности к реальному положению дела, а с точки зрения преподнесения общественности, потому что мы с вами наверняка не знаем точных цифр. Они каким-то образом редактируются, определенным образом структурируются, чтобы показать, что на самом деле не все так плохо. Но стилистика выступлений премьера и оценка деятельности правительства президента говорят о том, что на самом деле не все так хорошо. А у любого руководителя всегда есть некий кредит доверия и лимит времени, в течение которого он может показать свою эффективность или продемонстрировать свою неспособность эффективно управлять процессами. Самый показательный комментарий на эту тему дал бывший министр финансов, господин, всем хорошо известный. Не будем звать фамилии, чтобы не заниматься политической рекламой. Он сказал, что он не хочет принимать участие в работе правительства, которое стоит свою стратегию на полумерах и полурешениях. Я думаю, это очень точная оценка деятельности Кабинета Медведева. А когда человек занимается полумерами или полурешениями, он приходит к полурезультату. Полурезультатов не бывает. Поэтому прогнозы экспертов, я полагаю, имеют под собой объективное основание. Если стилистика и общая эффективность работы правительства не поменяется, то перспективы Дмитрия Анатольевича как премьера у меня тоже вызывают известные сомнения.